Всем хай, меня зовут Зак, и мы продолжаем проходить контракты на убийства. Прямо сейчас мы находимся в Рамане Форле, я в общем-то продолжаю с того же места, на котором я остановился, как обычно, впрочем. Впрочем, ничего нового, как обычно, только что я снял предыдущий выпуск, который вы смотрели вчера, и вот сейчас рад вас приветствовать на очередном, на очередном выпуске. Напоминаю, что эти выпуски я буду публиковать не через день, как обычно, а каждый день. Каждый день, так как они маленькие, но, к слову говоря, последние три выпуска, так или иначе, получились там на 10, на 11, на 12 минут. То есть не на 6, не на 6 как должно быть. Маленькие, это в смысле, там по 6, по 7, по 8 минут они должны получаться. Но вот предыдущие три выпуска, как я сказал, 10, 11 и 12. Ммм, нифига себе. Что-то как-то даже они начали потихонечку, помаленечку, немножечко затягиваться. То есть, как бы, это вроде бы и все равно мало, 12 минут, да? Это мало, потому что, когда я проходил сюжетку, у меня там эксперименты по 20, по 25, по 30 минут были. Так что это немного, 12 минут, это достаточно мало все равно. Но по сравнению, как бы, с моими нынешними роликами, которые там по 6, по 7 минут, да? Это много, 12. Это прям, это прям знатно так получилось, да? Сов 12. Ну и, короче говоря, ребят, продолжаем проходить контракты. Следующий на очереди уже имеет название. Давайте посмотрим, какое. Все по-прежнему в романе Форли. И, 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 и имеет название... Это, кстати, будет кодовое слово. Ростки заговора. Ну или ростки заговора. В общем-то, как-то так. Это название миссии и кодовое слово сегодняшнего ролика. Ростки заговора. Поднимаем очередной контракт. Написано, убейте 3 жертвы, не привлекая внимания. И, кстати говоря, первая находится очень даже рядом. Очень даже близко она заспавнилась. И, по-моему, очень быстро куда-то направляется. Да. Очень быстро куда-то направляется. Я, кстати, думал, что цель это вот этот парень с сундучком. И, типа, его охраняют вот эти 4 стражника. Но нет, парень с сундучком тут вообще ни при чем. Нам надо, не привлекая внимания, убить того, кто в центре. А его еще и трое по бокам охраняют, да? Типа, блин, это сложно. Поэтому мне ничего в голову не приходит, кроме как натравить вот этих ребят, наемников. И чтоб они сделали всю грязную работенку за нас. Всю грязную работенку. Так, все, что нам остается, это, наверное, просто ждать, наблюдать за ними, да? Просто наблюдать и ждать. Где у нас там самая главная цель-то? Вот она. Вот она самая главная цель. Надеюсь, что наемники быстренько уложатся. С этими стражниками. И нам не придется вмешаться. Хотя, наверное, все-таки, может быть, вмешаемся разочек по-быстрому. Давайте. Ой, блин. Ладно, хоть не спалили. То есть, небольшой баг игры. Поэтому давайте еще раз. И, в принципе, все. Одного убиваем, самого главного. А на остальных забиваем. Биг Болт. Биг Дилда Болт. Короче, и просто уносим ноги. Просто сматываемся. Все, мы самую главную цель ликвидировали. И идем ко второй цели. Кстати, так, возможно, разработчики так и хотели, чтобы мы поступили. Смотрите, у второй цели тут тоже наемники. Может быть, разработчики так и хотели, чтобы мы вот так поступали. То есть, нанимали наемников. И, соответственно, натравливали их на цель. Ух. Ёлы-палы. Вы шо, прикалываетесь? Почему? Почему тут у нас не палил прям в упор? А этот очень быстро как-то заметил. В то время, когда я уже натравил на него своих наемников. Что за дичь? Что за фигня? Почему так? Блин, и все заново придется? Вы что, угораете, что ли? Разработчики. Ну и приколы. Ну и приколы же у вас. Не смешные. Да. Придется снова сейчас всех нанимать. И вот что будет, если мы сейчас наймем? Натравим их, да? Вот этих наемников. Но при этом дожидаться вообще ни капли не будем. То есть сразу убежим. Сразу убежим. Вот что будет? Давайте проверять. Демонстрируй своя мастерская. Это цель? Да, это цель. Все, смотрите, мы натравили наемников. И вот теперь просто убегаем. Что будет, соответственно? А, вот что будет. А почему? А почему так? Какого черта? Ладно, видимо, если мы уже начали бой с одной из целью, то далеко от этой цели уже убегать нельзя. А пока мы не начали бой с этой целью, мы можем убегать куда угодно и насколько угодно и так далее. По-любому это да. Что, славно, давайте тогда не будем опять же дожидаться. Просто по-быстрому и незаметно вот так вот убиваем его. И уносим ноги, как обычно. Можно даже вот так поприкол сделать. Оп. Через будку он там перепрыгнул. Обычно я никогда так не делаю, но раз уж эта будка прямо перед нами, почему бы не воспользоваться классной фичей? Итак, братишки, нанимайтесь и вперед за работу. За работу. 150. Флорина в плачок. Блин, да и какого черта? Опять! Нас опять спалил этот же чертила, этот же, к слову. Хотя далеко было, он как-то очень быстро, блин, повернулся и у него очень быстро шкала заполнилась. Я уже за пенасу начал хипеть. Все, сразу же нанимаем. И сразу же убиваем вот этого самого главного. И досвидули. Все, вообще ни капли, ни медля. Максимально все быстро. И четко. Так. Вот она вторая цель. Ребятня. Плачок баксы. И вперед. Я вот тут, пожалуй, постою, потому что этот чертил уже второй раз меня палит. Стоит ему только повернуться, у него моментально аж вот этот треугольник, блин, заполняется. Просто охереть. Смотрите, я чуть-чуть подошел поближе. У меня там сквозь людей уже может пропалить, да? Вот это вообще самый сложный, мне кажется. Прямо посмотрите, а. Вот что если ножичек не укинуть? И вообще, по сути, наемники, они на него и не нападают. Он как бы типа обыкновенный NPC. Хоть это и главная цель, но наемники нападают только на стражу. То есть они его сейчас и не убьют, по сути. Офигеть. Вот этот вот парень вообще очень даже сложен. Я даже не знаю, как сейчас к нему подобраться, чтобы, блин, убить. Его сейчас чуть в воду не скинули. Это нам на руку было бы, но все-таки он не упал. Вот же черт, вы видели? Я его прямо на расстоянии через чувака убил. И еще бы чуть-чуть, и он бы нас спалил. Офигеть. Ух, блин, и нас все-таки кто-то пропалил, но... Ну ладно, хоть миссия не провалилась. Я охерел просто. Ух, ладно, давайте уносить ноги, пожалуй. Ну и вон нахер. Все, мы уже убили двоих. Миссия какая-то сложная, хоть это и контракт на убийство, он тоже, мне кажется, получится на минут 12. Может, уже получилось, может, там уже 12. Не знаю, то есть он уже таким длинноватым получается, кстати, тоже. И последняя цель где-то здесь. Вон она ходит. Ее даже стража не охраняет, потому что это и есть стражник. Потому что это и есть стражник. Так что вот. Но все равно надо быть аккуратным. А он может нас пропалить? А, нет, так это простой стражник, он нас и не палит. Вот в этом-то и прикол. Что те стражники, я тоже мог к ним легко подходить. Они бы нас пропалили, только если бы я драку начал. А так-то можно к ним подходить спокойно, и ничего не будет. Нельзя спокойно подойти только вот к тому чертиле, к второму. Вот он действительно сложен. А эти, в принципе, ну, сами видите. Оп, и миссия выполнена. На этом, ребята, все. Ростки заговора. Миссия называлась. Пис. И надеюсь, вы досмотрели до конца и написали кодовое слово. Можете еще также два плюсика в комментариях поставить, если досмотрели до самого конца. То есть вот до этого момента. Кодовое слово и два плюсика. Может быть, просто уже многие знают про вот эту вот фишку. То, что кодовое слово, это название миссии. И, соответственно, уже даже никто не смотрит, а сразу просто пишет и... Ну, как бы вы поняли. А вот те, кто достроили до конца, ребята, напишите два плюсика и до скорого.